МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект Рейрболтик не будет полностью завершен к 2030 году ни в одной из стран Балтии. И это еще одна ложка горючего и в без того уже разгоревшийся костер. Отвечая на вопрос о том, возможно ли санкции со стороны Европейского Союза, если проект не будет реализован в установленные сроки, представитель компании Кентия Грушкевича отметила, что риск заключается в потере финансирования. А это очень большие деньги. При этом Латвия в этом случае сама должна будет финансировать этот миллиардный проект. Как сообщалось ранее, согласно последнему анализу затрат и выгод, Рейрболтик – общая стоимость железнодорожной линии в Балтии может составить 23,8 млрд евро, в том числе 15,3 млрд предназначены на первый этап проекта, из них 6,4 млрд евро – это софинансирование Латвии. Предыдущий анализ затрат и выгод от 2017 года показал, что в целом проект обойдется в 5,8 млрд евро. В случае принятия закона о распуске Резакненской городской думы, последняя намерена обратиться в Конституционный суд. Об этом свидетельствует проект решения, который планируется рассмотреть на предстоящем заседании думы города Резакне уже в этот четверг. Проект решения подала фракция партии «Вместе для Латвии» и в роли докладчика по вопросу выступит экс-мир города Анлександр Барташевич. Документ предусматривает, что в случае, если в Сейме будут поддержаны поправки к закону о выборах самоуправления и закон о распуске думы города Резакне, действующий муниципалитет обратится в Конституционный суд по поводу несоответствия двух этих законов. Как сообщалось ранее, комиссия Сейма по делам государственного управления и самоуправления не поддержала передачу на рассмотрение парламентом в окончательном чтении закона проекте о распуске Резакнеской городской думы. Вопрос в окончательном чтении должен быть рассмотрен уже в этот четверг. Минувшую субботу в Дагопазе в сквере Андрея Пумбара в рамках информационной кампании Министерства обороны прошло интересное мероприятие, посвященное гражданской обороне и действиям гражданского населения в случае военной угрозы. Обо всем об этом горожанам рассказывали, показывали, проводили мастер-классы представители ЗМСАРДЗа, государственной погранохраны, неотложной медицинской помощи и государственной пожарно-спасательной службы. Мы рассказываем о пограничной службе, о том, что мы делаем, какая у нас техника и приглашаем молодых людей, конечно же, вступить в наши ряды. Интерес большой, молодые люди задают много вопросов. В рамках мероприятия работали четыре основные станции. На первой можно было узнать об оказании первой медицинской помощи, на второй можно было получить информацию о содержимом рюкзака на 72 часа. Ну а на третьей станции военные рассказывали, как нужно действовать в случаях обнаружения взрывоопасных предметов, химических веществ, а также в случаях возможного радиационного заражения. И на четвертой станции все желающие смогли узнать от служб спасения и самоуправления все о гражданской обороне. У нас сегодня особенный день, когда мы рассказываем, информируем людей о том, что они должны сделать в непредвиденных чрезвычайных ситуациях. И когда нечто подобное произойдет, то и мы, и самоуправление будем информировать жителей об этом. Также доступен будет и телефон 112. «Моя Латвия, моя ответственность», – так говорит один из представителей ЗМСАРД. И многое в этом случае зависит от того, насколько население будет готово действовать самостоятельно в критических ситуациях. Этому нужно учиться уже сегодня. Все это предназначено для гражданских лиц, чтобы они знали, что делать, как правильно делать в чрезвычайных ситуациях, которые возникают в случае военных действий. Инициатива проведения такого мероприятия была высказана Министерством обороны, а мы, как ЗМСАРКИ, являемся ее исполнителями на местах. Есть такая фраза «Если хочешь жить в мире, готовься к войне». Каждый конкретный человек, каждый индивид играет свою в этом роль, в том числе, если мы говорим о защите. И насколько готовым по отдельности будет каждый человек, настолько хорошо будет подготовлена и страна. И если человек может и умеет спасти себя, помочь своим близким, то, конечно, в таких ситуациях будет меньше работы и у пожарных, и у спасателей, и у медиков. В рамках этого мероприятия также была возможность увидеть и военную технику, а также технику, которую используют пожарные, и спасатели, и полицейские в ходе своей работы. Семь принял в окончательном чтении поправки к закону, который предусматривает, что со следующего года для части собственников квартир постепенно увеличится плата за пользование не принадлежащей им земель. Но только в том случае, если ее кадастровая стоимость повысится. Плата будет постепенно увеличиваться на 30% в год. Закон предусматривает, если право законного пользования землей относится к собственникам жилого дома, и ее кадастровая стоимость на 1 января 2025 года превышает ее текущую цену, то плата за пользование землей со следующего года по 31 декабря 2028 года будет увеличена на 30%. При этом сохраняется процент за землепользование в размере 4% от кадастровой стоимости. Поправки были внесены для выполнения решения Конституционного суда. При этом у других владельцев квартир платеж даже немного уменьшится. С 1 сентября текущего года в основных школах и детских садах в Латвии начнут раздавать ржаной хлеб бесплатно. Это пилотный проект Министерства земледелия по популяризации ржаного хлеба среди подрастающего поколения. Традиционный для латвийской кухни продукт дошколятые ученики с 1 по 9 класса будут получать бесплатно до конца года. В рамках проекта планируется охватить более 140 тысяч учащихся и воспитанников детских садов и школ. К ржаному хлебу, который начнут раздавать в учебных заведениях, будут предъявляться жесткие требования. Он должен быть произведен непременно в Латвии. Изготовлен с использованием натуральной закваски и содержать не менее 80% ржаной муки и не должен быть сильно соленым. Ржаной хлеб – это не единственный продукт, который раздается школьникам. В рамках поддерживаемых ЕС-программ в латвийских школах до 2023 года было роздано более 44 800 тонн молока и молочных продуктов и более 10 600 тонн фруктов и овощей. Похоронное бюро «Ритуал Мирклес» сообщает о том, что оно теперь находится по адресу Клуса, 16, возле входа на городское православное кладбище. Ритуал Мирклес предлагает клиентам большой выбор как искусственных, так и живых цветов для оформления мест захоронений по приемлемым ценам. Здесь же можно приобрести свечи, вазы для цветочных композиций, корзины с искусственными цветами и многое другое. Похоронное бюро также предлагает расширенный спектр услуг в круглосуточном режиме, в том числе и услуги по транспортировке тела умершего из дома или больницы в морг и из морга на кладбище. Похоронное бюро также предлагает услуги по оформлению необходимых для организации похорон документов, в том числе и согласование с администрацией городских кладбищ, даты, места и времени проведения похорон, а также по подготовке покойного к обряду погребения. Ритуал Мирклес, который находится на улице Клоса 16, предлагает услуги и по подготовке места погребения умершего человека, а также оказывает услуги по организации церемонии захоронения. Похоронное бюро поможет вам обустроить место захоронения близкого человека, то есть установить памятник, надгробники, оградки, уложить брусчатку, установить борты и бордюры, отреставрировать памятники и надгробия. Похоронное бюро «Ритуал Мирклес» находится в Дагополсе на улице Клоса 16. Более подробную информацию можно получить по телефону 205 07 444, круглосуточный телефон 248 77 333. Редактор субтитров А.Семкин